Здравствуйте! От всего сердца поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Пасха. Накануне завершился пост. Как провести следующую неделю после Пасхи? Об этом мы попросили рассказать митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с светлым праздником Воскресения Христова. На протяжении 40 дней мы все ближе-ближе подготавливались к этим великим дням, чтобы ощутить в первую очередь страдания Господа, ощутить и принять Его как своего Спасителя. И, наконец, свет Воскресения Христова проникает в душу и сердце каждого человека. Что можно пожелать нам в эти святые и богоносные, светоносные дни? Я хотел бы пожелать, чтобы мир Божий вошел в ваше сердце, вошел в вашу семью, чтобы благодать Божия сопутствовала вам на всех путях нашего земного странствия. И самое главное, никогда не забывать, что в жизни нашей присутствует Христос, который хочет нашего спасения, хочет, чтобы никто из нас не погибл, но имел жизнь вечную. В этом смысл нашего земного бытия. Жизнь вечная помогает человеку пройти через те тернии и скорби, и испытания, которые посылаются каждому человеку. Но мы должны верить, что Воскресение Христово дает нам силы прохождения этого тяжелого каждому креста. И самое главное, в радости встретить у Воскресшего. Благословение Воскресшего Господа добудется всеми вами, дорогие братья и сестры. И радость Воскресения сопутствует нам на всех путях нашей земной жизни. Христос Воскресе! Самое главное, я хотел бы пожелать, чтобы все люди, которые считают себя православными в эти святые дни, посетили первый день Храма Божия. Потому что только через посещение Храма Божьего человек ощущает близость к Богу и ощущает радость Воскресения Христово. Естественно, день Светлого Христового Воскресения – это послабление в нашей повседневной жизни, разговенье. И хотелось бы пожелать, чтобы на этом мы слишком не сосредотачивались именно на принятии той или иной определенной пищи. Самое главное, чтобы в душе был мир и радость, а все остальное само по себе приложится. В эти святые дни надо как можно больше посещать близких и родных, делиться с ними радость о Воскресении Христово и нести эту радость окружающему нас миру. Делай добрые дела, ну и не забывать всегда общение с Богом. А общение с Богом происходит в молитве. Особенно, когда послабления пасхальные касаются нашей жизни внешней, то человек забывает о Боге, и ему не хочется и в храм идти, не хочется и дома молиться. Через это мы просто многое, очень многое можем потерять. Будьте бдительны, потому что враг рода человеческого ищет наши погибели, ищет смерти нашей бессмертной души. Но Бог с нами. Не изгоняйте его из своего сердца. Пусть Бог присутствует всегда с утра и до вечера, с вечера до утра в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok